Итак, новости. Прошлый выпуск, как показали комментарии, вроде зашел, поэтому мы продолжим. И, пожалуй, первой и главной новостью месяца стало то, что мы переоделись в воздухе и сделали свой фирменный пакет. Вот такая очень крутая пачка. Здесь, значит, лев, наклейка. Это наклейка. Мы пока, единственное, не научились клеить ее без пузырей, но мы на пути к этому. Бока вот такие вот, вот такие уши. И сзади стрелка на линию отрыва, потому что мы поняли, что не все знают, как открыть нашу пачку кофе. Были реальные кейсы, когда люди звонили и спрашивали, как открыть вашу пачку, мы не знаем. Были случаи, когда люди отрезали вот так вот ножницами, потому что не понимали, как открыть пачку кофе, хотя они были носителями высшего образования. Ну так вот, значит, линия отрыва, клапан дегазации и QR-код на видеокурс по завариванию кофе. Это открытый плейлист, который обновляется в режиме реального времени. Сейчас там, по-моему, 5 видео этот курс. Короче, если абсолютно стерильный человек в сфере кофе посмотрит этот курс, то он будет знать кунг-фу. Вот здесь QR-код, его можно сканировать и получается попасть на гайд по завариванию во всех аксессуарах, по воде, по экстракции, по помолу. Короче, вот такая пачка. Это очень хорошая новость. Вторая новость. Это кофе в этой пачке. Мы, наконец, завели в ассортимент Гватемалу Пьедро Анчо. Это тот кофе, который в мае я выбрал на аукционе. Это очень крутой кофан. Это самый дорогой кофе в нашем ассортименте. И у нас, блин, три мешка этого кофе. И нам его нужно продать. Это очень вкусно, но это не дешево. Вот. Мы на него снизили цену, чтобы достаточно быстро продать перед Новым годом. Поэтому, если вы хотите выпить просто шедевральный кофе, которого очень мало в России, то это он. Ссылка в описании. Переходите и покупайте этот кофе, потому что у нас три мешка дорогого кофе. Мы не знаем, что с ним делать. Это когда купил, в долларах не посчитал, сколько это будет в пересчете на мешки. В общем, очень крутая Гватемала. А давайте мы одну пачку разыграем. Одну пачку Гватемала разыграем. Условия конкурса. Лайк, подписка, комментарий к этому видео. Абсолютно любой. Поехали дальше. Красноярская школьница сама собрала кофемашину и принесла ее в школу. Новость достаточно прикольная. Значит, девчонка собрала из фанеры каркас, туда засунула термопод, настроила, сделала программное обеспечение. И ты можешь подойти, нажать кнопку, выбрать порцию, подставить стакан. И тебе этот комодик достаточно оперативно сварит кофе. То есть там просто растворимый кофе, разбавляется водой. И с шутки шутками, но на самом деле тренд растворимого кофе, он где-то уже вот здесь, да, спешлати растворимый кофе. Возможно, эта история имеет место быть. Ты поставляешь эту машину, поставляешь растворимый кофе, люди нажимают кнопку и быстро получают готовый результат. Почему бы и нет? Следующая важная новость, это то, что Россия снова стала чемпионом мира по обжарке кофе. В частности, Арсений Кузнецов занял первое место на чемпионате по обжарке кофе. И это нереальный прецедент. Почему? Во-первых, потому что мы стали второй раз подряд чемпионами. В том году Нинашев занял, в этом году Кузнецов. И раньше в истории такого не было, чтобы одна страна два года подряд заняла первое место. Это как Реал Мадрид дважды выиграла кубок Лиги чемпионов за Оверда Хиралет. То есть это очень крутая новость, это однозначно говорит о том, что наша индустрия идет в нужном направлении, что у нас есть крутые специалисты. Либо о том, что только в России два человека умеют жарить кофе. Шучу, шучу, нет, наша компания тоже умеет жарить. В общем, это очень классная новость. Арсений, я тебя поздравляю искренне. В общем, я думаю, что тебе уже прилетело кучу-кучу поздравлений. Ты красавчик, так держать. Названа очередная смертельная доза кофе для человека. Названа она очередными учеными. Знаете, когда вот едешь на работу и по радио, ученые доказали, что 20 лет они исследовали, что если ходить, то ты придешь в точку B. Если встать с кровати, ты встанешь с кровати. В общем, вот эти вот ученые назвали смертельную дозу кофе. Значит, для 70-килограммового человека 70 чашек кофе станут смертельными. Вот. Вот такая вот петрушка. Но что мне понравилось, в этой статье привели примеры того, что смертельным может быть каждый продукт. Даже косточки от вишни могут стать смертельными, потому что в них содержится небольшое количество цианида. То есть, если есть много косточек для вишни, то тоже можно умереть. Если выпить 6 литров воды, то тоже можно умереть, потому что клетки организма набухнут. Это приведет к судорогам, к болям в голове и, возможно, летальному исходу. С шоколадом такая же история. Если съесть 85 плиток, то можно двинуть кони. Короче, все это полная хрень. Пейте кофе. Пейте много кофе. Желательно Гватемалу перед раньше. Хочешь кофе? Плати залог. Во Франкфурте на Майне, вот этот вот город, который сложно выговорить, в нем водятся многоразовые стаканчики кофе с собой. Речь про то, что весь мир борется с мусором, что мусора становится очень много. Это проблема всего человечества, что люди посчитали в год 100 тонн пластиковых крышечек, мешалочек, картонных стаканчиков. Получается это очень много, особенно для Европы, которой некуда девать этот мусор. То есть они очень маленькие. Если у нас страна большая, мы можем просто куда-то его увезти, закопать и забыть. У нас много есть куда закопать, то в Европе очень мало места и там есть боль с мусором, она более обостренная. В общем, водится многоразовая тара, то есть ты приходишь в кофейню, даешь 3 евро, тебе дают многоразовый стакан, в него наливают кофе и ты идешь дальше по своим делам. Если ты хочешь вернуть свои 3 евро, возвращаешься, отдаешь стакан, тебе возвращают твои бабки, ты идешь, покупаешь себе морковь по-корейски. В общем, классика. Ну вот такая новость, не знаю, хорошая, плохая, то есть с точки зрения кофея, наверное, хорошее, потому что можно еще зарабатывать на многоразовых стаканах. Вот, единственное, что достаточно, наверное, неудобно будет кому-то носить с собой эти стаканы, хотя, хер знает. Сможет ли система распознавания лиц в кофейнях стать альтернативой и заменить карты лояльности? Достаточно прикольная новость. Речь идет про то, что новые технологии применяются уже в общепите, и я эту историю слышал на одной из презентаций Bitrix24. Они презентовали там эту историю, то есть о чем идет речь. Человек входит в кофейню, его стоит сканер, который считывает его лицо, а наши телефоны делают это за одну секунду. То есть все, за одну секунду, это очень быстро. Они считывают лицо и ищут этого человека в социальных сетях. То есть к тебе может зайти в кофейню абсолютно вообще новый гость, и у тебя на экране появятся уже его профили в социальных сетях, и Борис, ты будешь знать, как его зовут. Представьте, вы идете, заходите в кофейню, подходите к стойке, а вам говорят, Евгений, здравствуйте, что вам сегодня приготовить? И он такой, блядь, ты что за мной следишь? У меня заклеена камера на ноутбуке, откуда ты знаешь, как меня зовут? Ну, то есть это очень круто, это вау-эффект. Я думаю, однозначно эти системы смогут стать заменой, и в ближайшие 2-3 года карты вымрут. Ну, то есть их уже не будет. Уже, в принципе, системы лояльности перешли на телефонные приложения, и вот эти карты их никто не носит, это беспонтовая история. Попробуйте почитать Битрикс24. У них было такое решение, по-моему, как бы оно чуть ли не бесплатное. Если у вас кофейня, можно заморочиться и стать номером один в своем городе, кто будет делать эту историю. Скажу сразу, мы любим проводить конкурсы, но не особо у нас получается оперативно делать розыгрыши. Но мы их делаем. В описании будет ссылка на полный розыгрыш. Если у кого-то там будет желание посмотреть, как это происходит, вот там вообще просто шок-контент, смотрите обязательно, если делать нехера. Значит, просто скажу, кто победил. «Зеленый кофе и стран произрастания» интервью с Головковым и Двоеглазовым. Значит, приз Никарагу Маргаджип победил Владимир Салтыков. Значит, Андрей Колбасинов, мы с ним общались про там чайный, эту вот всю петрушку. Значит, разыграли чай Дарджилинг, победил Павел Яуфман. Далее, «Как рисовать на кофе ручка VTR?» Это вот хрень, которая была. Значит, приз «Эспресс-смесь Стронг» победила Ксюха, Gmail, Ком Петрова. Значит, дальше «Кофе-машина» и «Темпер» нового поколения с Цибаевым. «Перу» Чинчамая победила «Радужные пони». Открытие филиала кофейной компании «Бравос» в Москве разыгрывали «Феникс» в Бразилию, победил Владимир Шибков. Обзор ручной кофемолки команданта «Си-40» Эфиопия Конжа победил Александр Воронин. «Какар Сэшн» разыгрывали «Иргачейфи» и «Эфиопию» победил Станислав Никитченко. Обзор кофемашин «Ноу Симонелли Апи» Мексика «Лас Чичарос» победил Владимир Шибков. Шибков победил дважды. Шибков везучий человек. Выставка World Food Expo 2019, как я сказал, World Food Expo. В Бразилии «Желтый бурбон» победил Борис Брэнча. В Москву «Кофе-фестиваль» Суматра Гая Беланги победил Станислав Карпунин. И «Кофейный патруль» в Санкт-Петербурге, Эфиопия, Пибери победил Чил Бобер. Короче, вот эти ребята победили. У всех в YouTube под их комментариями, что надо сделать, чтобы получить приз. Вот такой получился выпуск. Если понравился, лайк, подписка, комментарий. Конкурс, помните, конкурс. Через полгода мы его разыграем. Все, пока-пока. Возможно, так начиналась история Лемарзока и каких-то других компаний. Без клюквы, да?